Они мне там показывали свой новый перевод, картинки, что там на столбе Христос распит. Ну, в общем, такой вот у меня была с ними беседа. С мусульманинами разговаривал тоже. Не принимают, не принимают, так вот. И открыто не отвергают, ну и верят, не верят. Кто поверил в слышанному от вас? Ну, а так... А потом этот, кто они называются-то, ну и гей, или кто там... О, привет, я его перекрестил, как говорит, слава Иисусу Христу. Вот раз в ген, не стал со мной разговаривать. До этого-то там один тоже беседа-то, помните, была с ним. А здесь... Ну, пакости всякое, конечно, полно. А свидетельница Иегова-то, главное, танцует, немножко подвыпившая, танцует танец живота-то. А потом я начал с ней по Библии-то разговаривать. Она так заинтересовалась, даже схватила выпили. Ну, читай, читай, та жизнь-то, видно, что она ведет аморальный образ жизни. Стоит, кривляется перед камерой, свидетельница Иегова. Вот и вера ваша доказывает, что Сын Божий не верит, что Бог явился во плоти. Я вот эти все места им зачитал, даже по ихним, новый всемирный перевод, что явился во плоти, они не вмещаются в них, и все, хоть как-то тут. Считаешь, что Бог явился во плоти, Бог, где, когда явился, глаза выпучат. Как такое может быть? Ну, так, так написано, вы не верите, я что сделаю. Ну, Виталий, у тебя как? Мне не понравилось, как я. Что-то там в затыке были, не мог ответить. Короче, ну, не готов, потому что не готовился. Ну, а меня этот свидетель Иегова начал экзаменовать, кто такой Иисус Христос. Какие-то вопросы глупые, я вижу, что если я сейчас поздамся, он меня на лопатки положит. Я давай наоборот ему вопросы задавать, а у них ответа нет. Ну, тоже, когда в практике-то нету каждодневной, это тяжело. Почаще надо уходить на эти беседы. Спасите, а Христос, брат, что побудил нас, хотя бы раз в неделю, но стряска такая нужна. Чем чаще, тем легче. Нервы системы привыкают. Ну, это да, но если не готовишься, то ничего не легче. Вот, смотря как попадешь. Я вот, первый у меня был видео, ой, первый вот этот человек, какой-то бородатый, у него борода больше, чем у Игнатих, больше, чем у тебя. Муж лет 60. Выглядит как иудей. И говорит, я верю как в пророка. Я начал ему свидетельствовать, и он меня сразу стал перебивать, и я ему сразу сказал, что не перебивайте. И он за это зацепился, за то, что я ему замечание сделал. И начал, вы, Иисус, говорит, так не учил вас, терпимость учил, а вы нетерпимы. И вокруг этого крутился, 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 и вышел потом. Толерасты, короче, им одно название. Из Германии. Я потом его просто Библией стал цитатами, и он от них убежал, просто все. Ну да. Надо иметь, делить экран, вот я сделал как, снимаю видео, и у меня делится экран. С одной стороны вот это Библия, приложение, и я прям... Я тоже так, как ты сделал, и у меня получилось, спасите, Ахристос. Я раньше думал, как так-то, а тут же и поисковик, и все, научил меня, а я раньше не мог. И я прям, я прям с ним говорю, другой рукой набираю стих сразу же, зажимаю, у меня есть свечи, и я ему прям сразу говорю, его выдаю. Да, да. А я не выдаю, я этот стих нахожу, я говорю, читай, он сам читает. Он говорит, Дух Святой, движущая сила Бога. Я говорю, движущая сила, ну сразу его враз вместо Писания. А как же написано, что Дух Святой придет, сила идти ходить может? Нет, не может. Но написано, тут же сам читает, придет, глазами хлопает. А ничего дальше, двигая нету. То есть противоречие явное, он понимает это, а покаяния нету. Все равно сила, все равно, и не может такого быть, чтобы одновременно и Бог, и человек, и Дух Святой. В общем, я говорю, кто автор вашего нового всемирного перевода? Назови, глазами хлопают, не знаю. Я его своих называю. Хвольстон. Четыре духовные академии трудились. Почему? А он говорит, сложный. Я говорю, что же там сложного-то? Вот ваш, чтобы на Куролесе, там действительно не разберешь. А у вас тогда, Тихо, с кем было все? Разные люди. Разные. И некоторые сами себя не определяют. Но когда дальше начали говорить, видно, что пятится и уже внимает. Ну, я все скину как. Я говорю, что сколько, допустим, пять встреч у меня было, и все благословенные. А, еще с буддистом я поговорил. Ну, он такой, как бы, буддист. У него не истинный буддист. Но он верит в переселение души. Вот об этом я тоже поговорил. То есть, он поблагодарил. Я говорю, в чем ваша вера заключается? Он говорит, ну, зло, делать людям добро. А я вспомнил эту шутку-то с юмором-то. Говорит, ну, вот я говорю, в одних народах говорю, если я у соседа украл, это добро, если сосед у меня, это зло. Но смотрел, засмеялся, расположился. То есть, юмор, он действительно, ну, это распомогает. И дослушал меня, вот, что я ему пытался доказать, что учение о переселении души, оно ведет душу в ад. Потому что человек верит, что душа его потом переселится, он и будет делать зло. А потом переселится, там, на мытарствах очистится. А наша вера истинная. То есть, если ты злодеев, если ты уверовал, что душа твоя вечно будет учиться, то ты, конечно, зло оставишь. Ну, если у тебя вера, что вечно в огне горит, то тоже будет зло-то творить. А по нашей вере, то твори зло, не твори зло. Ну, душа переселится, из гуся в порося, потом обратно в порося. Ну, такой, вроде, не знаю, задумался, во всяком случае. Ну, что, через 20 минут занятия у нас, да, давайте я тоже, поготовимся. А кто еще ходил? Надежда Васильевна, были в чат рулетки-то? Олег Бушила, Кадушкин Георгий, Макаров Виктор. Ну, так надо посмотреть. Евгений, наверное, от Этизотов был. Их-то надо спросить. А их нету с нами. Да он в машине был. Я не был. Смотрю, пока учусь у вас. Так что я пробовал до этого, заходил. Очень тяжело. Тяжело, да. Мне первые разы тоже тяжеловато. А потом, чтобы показалось, а потом пересилил. А я, понимаете, как вот рыба, говорит, в своей среде. Настолько легко, настолько радостно. Они даже бежать, я их останавливаю. И только он погасился, вернулся. Сразу следующий другой как будто ждет на очереди. Ну, я не знаю сколько, пять или шесть у меня прошло. Я их тороплю, давайте, остальное, мой адрес, вот такой-то, ну, зайти на наши ресурсы. Мне некогда, меня ждут. Просто благословенный какой-то час был. Никакого труда нету. Радостно все. Вы иногда просто там, я смотрю, вот человек полностью не расположен, полностью. И вы начинаете вот давить, 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 давить. Даже продуху ему не даете. И все-таки там раз нашлось, где можно зацепить. Все зацепили и повели, повели, повели уже на ресурсы. Это вообще, прям, бывает иногда пилигранно получается. Понимаете, я сегодня говорил на этом. Мы проехали 650 городов. Представь, 650 раз мне надо было входить в незнакомое помещение к незнакомым людям. И за 10-15 минут, чтобы она расположилась ко мне, не зная меня, и к моим книгам. Это вообще невозможно, кажется. И Господь так делал. Допустим, на 650, ну, может быть, 3. Было такое, что, ну, там она полупьяная сидела или... Самое трудное, когда уже все, я книги сдал, уже они расписались, а директора нет. Она, по-моему, раз приходит, а она одна отстала. И она уже все, ничего не надо. Теперь я уже все забываю, начинаю с ней беседовать. Ну, ладно, давайте, давайте я распишусь. Никогда не ставь точку. Она не матерится. Ну, если матерится, тут уже... И бывает даже матерится, я их приструню, они все, больше не матерятся. Я новый ролик начинаю записывать. Никогда не отступай. Закрыться можно. А так, он сейчас спросит, я вам сейчас вопрос за вопросом отвечаю. Даша, теперь вы задали 3 вопроса, теперь я задаю. Ну, еще никого нету-то больше. Может быть, Олега спросить. Вот, Георгия Кадушкина. Я не выходил. Я считаю себя не готовым еще, боюсь, туда выходить. Знаешь, Георгия, Иисус исцелил бесноватого. И бесноватый боялся, что в него бесы войдут, если он отойдет от Христа, и я пойду с тобой. А Иисус говорит, вернись домой и домашним расскажи, что тебе Бог сотворил. Все, учеба кончилась. Так он так возвысил, что домой-то не пошел, а захватил весь город и шел по городу, и всем говорил. Евангелие так говорит. Вот так. Ну, бесноватый. Он вообще слов-то мыщать только умел. И сразу все, курсы кончились. В следующий раз, в следующее воскресенье зайду в преисподнюю. Обязательно. Вы найдите еще каждый человек одного до второго. Так что, Вячеслав, давай работай как следует. Распространяй. Это твоя идея, твое детище. Я попутно у Славы хотел спросить. То есть, вот я вот сейчас роликов этих нас записывал. Ты вот мне программу скинул. Мне сейчас что нужно сделать? Матерки все вырезать и там, где не было разговоров, это все убрать, да? Да. А потом тебе скинуть, да? То есть, то, что лишнее, где разговоров нету, это все мне надо поповырезать все, да? Да. Да, да. Георгий, Георгий. Да. Я вот из опыта тоже. Когда что-то страшно заходить в рулетку и как-то не хочется, духа нету, помолишься и как бы хорошо на Бога уповать в этот момент. А когда я захожу ее прям уверенный такой, думаю, сейчас прям там на благовествую, разнесу, то все плохо получается. Все плохо. А когда нет уверенности, у тебя только на Бога уповаешь и заходишь, и хорошо прям получается, течет все, как вода. Аминь. Наоборот все, наоборот. Не надо чувствовать, ждать уверенности, ее не будет, надо Бога уповать. Я... Горгий, Георгий, 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 да, благодать. У меня опыт вот в раздаче святого Евангелия был. Вот такой взлет, такой душевный порыв, тоже с молитвой, прочитал молитву и пошел. И прям так все открывалось, прям радостно вот так все шел. И все люди откликались, абсолютно все. Всем раздавал, задним 40 книг раздавал. Это такое ощущение, прям сейчас вот перехожу в это состояние, такая радость была. Идешь и вот прям... Ну все, распускайте с миром, сейчас уже скоро начинать. Все, с Богом. С Богом. Что, поблагодарим Бога? Давайте поблагодарим Бога, да. Геннадий Тихоевич, помолитесь. Любящий наш Отец Небесный, как велика милость Твоя в этот воскресный день. Ты позволил сеять семя Твое, произрасти его по воле Твоей Святой, дабы и сорняки не заглушили. Ибо мы ничего не стоящего бы сделали то, что должно делать. Господи, ароси посеянная, взрыхли почву, истреби сорняки, и собери урожай. Тебе, Боже, хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Там направо лежат вот эти головы, посмотри, как их творить или еще надо, направо, прям тут. Разберись. Аминь. Аминь.